Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Пётр Завьялов. Смотрите в выпуске. Опасные игры чуть не закончились трагедией. Исследователи разбираются, как подросток оказался в лифтовой шахте заброшенного недостроя. Первенцы года. Сколько мальчиков и девочек появилось на свет в новогодние каникулы? Льготы многодетным, ограничение энерготоников, рост пенсии и маткапитала. Что изменится в наступившем 2020-м? Жалоб на заснеженные дворы стало меньше, зато у коммунальщиков есть претензии. Кто мешает расчистке дорог от снега? Путь героев. Школьники Удмуртии разработали туристический маршрут в память легендарной дороги Ижевск-Балезино. В Ижевске проходит доследственная проверка по факту падения подростка в лифтовую шахту недостроенного здания. ЧП произошло в новогодние праздники днем 6 января. Что делали подростки в заброшенной многоэтажке, следователи уже установили. Ребенок с группой сверстников проник в недостроенный подъезд многоквартирного жилого дома на улице Льва, Толстого и Ижевске. Там ребята поднялись на 6 этаж и стали взрывать пиротехнические изделия. Услышав окрик взрослого в свой адрес, ребята разбежались. При этом один из них побежал в сторону лифтовой шахты и упал в нее с высоты 6 этажа. Родители подняли тревогу, когда мальчик вовремя не вернулся домой. Полицейским и спасателям подростки рассказали, где может находиться их друг. В тот же вечер мальчика нашли в шахте лифта с многочисленными травмами. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, а следователи уже выяснили. Застройщик заброшенного здания обанкротился. Его глава осуждена за мошенничество со средствами, которые дольщики заплатили за строительство. По требованию следственного комитета на окнах здания установят решетки, которые должны закрыть доступ в опасный недострой. 11 человек получили травмы при использовании пиротехники. Такие данные сегодня озвучили спасатели. В эти новогодние праздники им пришлось провести внеплановые проверки социальных объектов. Поводом стал пожар в психоневрологическом интернате в Глазове. Произошел он 31 декабря. Причина – неосторожное обращение с огнем при курении. Все системы противопожарной защиты на объекте сработали. Это пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре. Сигнал о возникновении пожара в автоматическом режиме был передан в пожарную часть, которая своевременно прибыла. По прибытию пожарных подразделений было спасено 18 человек. Пострадало 6 человек, один из которых впоследствии от полученных ожогов скончался в медучреждении. Всего за время новогодних праздников были проверены 290 больниц, интернатов и мест с массовым пребыванием детей. А в Республиканском перинатальном центре в празднике обошлось без происшествий. За первые 9 дней Нового года в Удмуртии родилось уже более 200 малышей. И многие из них Старый Новый год встретят уже дома. Дмитрий Вороновнин продолжит. Крохотной Олечке еще нет и суток, но она уже с мамой в палате как одно целое. Вместе привыкают к новому житейскому расписанию. Дома их очень ждут родные, особенно старший брат малышки. Очень хотел сестренку, чему мы были крайне удивлены. Я говорю, будешь делиться машинкой вместе, что он говорит, я хочу сестренку. Так что все как по заказу, у нас комплект мальчик-девочка. А в соседней палате ждут выписки, в буквальном смысле подарочки на Рождество. Мирослава родилась 7 января, как чудо, на праздник и уже успела удивить маму характером. У нас уже характер обязательно, на руках у мамы любим, отдельно нет. То есть остальное уже, ну вообще очень не такая спокойная, уравновешенная, знает себе цену. Пока мы его еще не назвали, но были очень рады. Все получилось очень хорошо, удачно. Третий ребенок все-таки, такая уже ответственность, да, все-таки? Ну да. Но все равно все сбывается с годами. Если разница большая, все как заново. Эти праздничные дни в родильных домах Удмуртии прошли в штатном режиме. На свет появился 221 малыш. Кстати, мальчиков в этом году меньше, чем девочек. 108 против 113. Есть и двойни, целых три за праздничные выходные. Две двойни из перинатальном центре. Одна из двойн, эта женщина родила двух мальчиков. Первый из этих мальчиков, это первый ребенок в наступившем году. Он родился в 3 часа 16 минут 1 января. Второй ребенок из этой двойни, это второй ребенок этого года, тоже мальчик. И оба мальчика пока находятся в перинатальном центре под наблюдением. А большинство новогодних малышей уже готовы к выписке. И Старый Новый год они встретят дома. Дмитрий Вороновнин, Елена Абуховская, Андрей Бусыгин. Новости. Пособия на ребенка с этого года будут выплачивать до трех лет. А не до полутора, как ранее. Это не единственное изменение, которое уже вступило в силу в этом году. В Удмуртии в защиту здоровья детей ограничили продажу энерготоников. С марта изменятся условия предоставления ряда льгот для многодетных семей. О том, какие еще нововведения принес 2020-й, краткий дайджест подготовили наши журналисты. То есть вот эта дорога, по которой дети каждый день? Да, дорога, и вот рядышком на реке находится. Причем они все по окружности. Эти ларьки с энерготониками на прилавках родителей беспокоят теперь значительно меньше. Торговлю опасными для детского организма напитками ограничили. Продавать их теперь несовершеннолетним нельзя. В противном случае продавца ждет серьезный штраф. Также полностью запретить розничную продажу этих напитков в детских, образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, посредством торговых автоматов, местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. Закон вступил в силу с 1 января. За продажу энерготоников несовершеннолетним продавца ждет серьезный штраф. Этих ограничений в Удмуртии добивались мамы и папы. И их услышали, как и просьбу многодетных родителей. Предоставить бесплатные школьные обеды независимо от дохода семьи, где воспитывается трое или больше детей. С 1 марта изменения вступят в силу. У нас будет питаться почти 26 тысяч детей. И сегодня школы готовятся к тому, чтобы принять детей, суметь их покормить. Сегодня многие дети питаются, но некоторые дети и не питаются в школах. Поэтому необходимо будет для школы еще и дополнительно суметь организовать питание таким образом, чтобы все дети смогли поесть в школе с 1 марта 2020 года. Еще одна мера поддержки, которой смогут воспользоваться абсолютно все многодетные семьи, это 50-процентная скидка на транспортный налог. Кроме этого, с этого года пособия на ребенка будут платить до трех лет, а не до полутора, как ранее. И это касается уже всех семей. Впервые за три года проиндексируют и материнский капитал, и значительно расширится круг владельцев сертификатов, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты. Право будет определяться для каждого члена семьи, исходя из двукратного прожиточного минимума. То есть это будет составлять более чем 21 тысяча на одного члена семьи. Если так прикинуть для семьи, то получается где-то порядка 80 тысяч семья будет иметь. И думаю, что граждане получат, те граждане, которые желают получить эту выплату, получат все. С 1 января повысили и пенсии для неработающих пенсионеров. Рост составил 6,6% и коснулся почти 400 тысяч жителей республики. Порядок перерасчета работающим пенсионерам не изменился. Работающим пенсионерам у нас механизм тоже не поменялся. То есть мы таким же образом будем работать и на следующий год. При увольнении гражданина с работы, через три месяца он будет у нас получать пенсию в повышенном размере. А за эти три месяца будет выплачиваться компенсация, которая со временем не была выплачена. В этом году всех нас ждет еще одно глобальное событие – всероссийская перепись населения. Она состоится осенью и станет 12-й всеобщей переписью в истории страны. Аксона Худикова, новости. Ну а уже в январе-феврале Удмуртстад проведет выборочное наблюдение доходов населения. Опрос пройдет во всех городах и 10 районах республики. Всего сотрудники ведомства планируют обойти более 600 семей. Все собранные данные будут обезличены и в обязательном порядке признаны конфиденциальными, не подлежащими распространению. За разглашение сведений сотрудники Удмуртстада будут нести персональную ответственность. Менее чем через месяц в Удмуртии вновь может подорожать стоимость проезда по Камскому мосту. Концессионер планирует поднять плату с 1 февраля. Это не коснется легковых автомобилей. Их владельцы по-прежнему будут отдавать 270 рублей за использование моста через Каму и 180 через Буй. Изменения коснутся более габаритного транспорта. В среднем стоимость проезда повысится на 30-50 рублей. Предварительные цены уже есть на сайте концессионера. Ижевская администрация сегодня привела свою статистику. За все новогодние праздники на заснеженные дворы поступило всего 6 жалоб. В муниципальной милиции связывают это с погодой. Пока сильных метелей не было, коммунальщики в целом справляются. А там, где жалуются, оказалось, расчистки придомовых территорий мешают сами жильцы. Все объяснит Светлана Буланова. Вон там плохо, дорого, возле этой обочины. А там нормально. Во дворе дома 176 по улице Ленина сегодня работает техника. За уборкой своего двора Светлана вместе с сыном наблюдает регулярно. В этом году, говорит, замечанникам-нальщикам у нее нет. С ним вообще нареканий нет. Мы часто слышим, как работает трактор, ребенок у меня часто смотрит в окно. За 9 дней Нового года жители Первомайского района лишь один раз пожаловались на плохую уборку снега во дворах. И, как выяснилось, претензия появилась из-за припаркованных автомобилей. Они помешали полностью почистить придомовую территорию. И такая ситуация не единична. Вот только машины, видите, стоят. Не убирают. Я вон объявления каждый раз вырешиваю. А так вот мы даже довольны, что дворники убирают хорошо. Наказать таких автовладельцев практически невозможно. А вот жалоб от ижевчан на заснеженные дворы стало меньше, констатируют муниципальные милиции. Объясняя это тем, что метелей сильных пока не было. И управляющие компании справляются с уборкой снега во дворах. За новогодние праздники поступило всего 6 жалоб. То есть жалоб пока не очень много. Ну, как обычно, после снегопада жалобы появляются. Это где-то порядка 40-50 жалоб. Мы их отрабатываем. Соответственно, если нарушения не устраняются, составляем протокол. На устранение замечаний управляющим компаниям дается двое суток. За плохую уборку снега во дворах муниципальная милиция уже выписала 64 протокола. Общая сумма штрафа составила 574 тысячи рублей. Пожаловаться на сугробы и гололед во дворах можно и в муниципальную милицию, и в администрацию. По правилам благоустройства уже к 10 часам утра дорожки у подъездов должны быть очищены от снега и обработаны противогололедными реагентами. Так что у дворников рабочий день начинается очень рано. Я встаю в 4 часа ночи. В 5 часов я обязательно выхожу уже чистить. Потому что в 5 часов где-то без 15-20 зажигается свет на улицах здесь, и мне удобнее будет. Но я стараюсь, чтобы жители не слыхали мои лопаты. Поэтому я сначала работаю метелочкой. Тяжело ведь чистить? Ну что сделаешь? Работа? Надо. Мы же для народа работаем. Светлана Буланова, Юрий Егоров. Новости. В Ижевске возобновилась реконструкция национальной библиотеки. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. По его словам, уже 3 января в самый разгар новогодних праздников около 40 строителей возобновили работу по ремонту нас библиотеки. Также министр сообщил, что в прошлом году освоено 178 миллионов рублей из федерального бюджета, а в 2020 будут выполнены работы еще на 100 миллионов рублей. Капитальный ремонт библиотеки начался в июне 2019 года. После реконструкции, кроме читальных залов, здесь появится конференц-зал, а площадь книгохранилища увеличится в три раза. Капитальный ремонт национальной библиотеки должен завершиться в марте 2021 года. А в Игринском районе в деревне Сундур завершили строительство современного спортивного объекта. Не такой масштабный, но очень значимый для деревни он появился благодаря активности самих жителей. Почему в Сундуре давно мечтали о ледяной площадке и при чем здесь герой удмуртских сказок Лапшопедунь, все объяснит Елена Буховская. Эх, лапки мои, лопаточки, поменяем на конечки, да? Популярный герой удмуртских сказок Лапшопедунь, пожалуй, впервые меняет лапти на коньки, чтобы лично проверить на прочность лед. Новую хоккейную коробку так и назвали. Лапшопедунь – олимпийский чемпион. Лапшопедунь – фольклорный герой удмуртских национальных сказок. Мы считаем, что он родился у нас в Игринском районе и сделали его своим брендом. Если есть бренд у территории, она быстрее продвигается. В плане, вот сейчас очень же акцент идет на туризм, да, делается, и как-то вот легче продвигать туризм. По государственной программе устойчивого развития сельских территорий по поддержке местных инициатив граждан. Нынче по Игринскому району у нас все проекты, заявленные Министерством сельского хозяйства, прошли конкурсный отбор. С интересными очень названиями, разнообразные. Вот на этой хоккейной коробке у нас Лапшопедунь – олимпийский чемпион. Современная спортивная площадка в Сундуре появилась благодаря грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих на селе. Стоимость проекта – полтора миллиона рублей. Это средства гранта инвесторов районного бюджета. В оснащение коробки вложились и местные жители. Как раз они стали идейными вдохновителями строительства ледяного катка в родной деревне. Вот у нас в соседней деревне есть такая тоже хоккейная коробка. Вот мы завидовали соседней деревне и решили построить такую же хоккейную коробку, чтобы у нас в Сундуре была такая же коробка. Чтобы долгими вечерами, чтобы люди катались на коньках, занимались спортом. У вас сейчас, наверное, целые хоккейные команды есть? Ну, есть любительская команда, человек 15. Коробка, она многокомплексная. Это не то, что она хоккейная коробка. Здесь в этом комплекте у нас ходит баскетбол, волейбол. Все эти уже комплекты приобретены. Есть желание многофункциональный проект еще совершенствовать и обустраивать. К примеру, в планах построить рядом с катком детскую спортивную площадку с резиновым покрытием, установить тренажеры для занятий воркаутом и детский городок. Елена Абуховская, Василий Хохряков. Новости. Путь героев. Школьники Удмуртии разработали туристический маршрут в память о легендарной железной дороге Ижевск-Балезино. С проектом и его продолжением познакомились наши журналисты. Будем брать предметы, которыми работали строители дороги железной Ижевск-Балезино. На занятиях по краеведению живая история села. В военные годы именно через Кикаран проходил трудный участок стройки. Взрослые приезжают, дети и внуки строителей приезжают. Очень приятно. Они говорят, моя бабушка, прабабушка работала здесь. Историка краеведческую тропу, а рельсы тянутся как жизнь, придумали в Кикаранской школе. Теперь экскурсии проводят сами школьники. Интересно же, оно старое. История наших родственников. А никаких. Ну, в общем, это же наши. Интересно, как они жили раньше. А у нас сейчас все новое, все по-другому. Из другого. Ну, я бы вот сейчас вот в этом всегда ходить не смогла. Вот так в ватниках и лаптях экскурсии штурмуют историческую тропу. Со временем она превратилась в квест из восьми контрольных точек с заданиями. Вот одно из них – взобраться на железнодорожную насыпь высотой 22 метра с носилками и тачкой. Интересно знать, как работали наши деды, прадеды. Узнать. Вообще, ну, просто не понимаешь, как вот они это вынесли все. Мы вот поднимались сюда с землей, мы еле подняли землю. А они так с утра до ночи таскали. Я просто не понимаю, как они это осилили. На одном из пунктов ребята вырыли землянку. А здесь нужно надеть лапти и даже их отремонтировать. Зимой так прямо ходили, одеть-то было нечего. Тут мы не знали прохудившиеся лапти. И вот как вот их ремонтировать, как бы они отремонтировали, да, потому что дети сами ремонтировали лапти. Видите, уже они у нас вот такие на ниточках, потому что порвались. А на сколько хватало вот таких лаптей? Ну, обычно месяц-два работали, не больше, потому что менялись, действительно, и лапки прохудились, и дети уже болеть начинали, голодные и вшивые, да, потому что вот летом, так и не сказано, говорят, тряхнем одежду прямо вшивые, вот трещат на костре, падают. Уже изнеможденные были, поэтому больше месяца не работали. Исторические поиски и реконструкции привели к неожиданным открытиям. Деды и прадеды, погибшие, пропавшие без вести, о судьбе которых никто не знал. Их правнуки восстанавливают путь героев и планируют написать свою школьную книгу памяти. Елена Керн, Юрий Зелененький, новости. На этом наш выпуск подходит к концу. Хороших вам новостей и до встречи.